Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Политический эксперт Янис Григлис у нас в студии, как мы уже анонсировали. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот, конечно, когда мы с вами созванивались, мы, конечно, планировали говорить главным образом о предстоящих внеочередных выборах в Рижскую Думу, но вот ситуация внесла свои коррективы и по-прежнему продолжается внеочередное заседание Кабинета Министров, естественно, посвященное коронавирусу и объявленной Всемирной Организацией Здравоохранения пандемией. Поскольку у вас большой и жизненный опыт, я знаю, что вы работали в Африке в свое время, вот все-таки как вам кажется, вот объявленная, не знаю, там, пандемия, действительно вот нужно принимать такие вот жесткие драконовские меры или все-таки это уже перебор? Ну, я думаю, что меры-то надо принимать и надо людям быть дисциплинированными, потому что надо следить за теми, что происходит, указаниями врачей. Ну, например, в Африке, например, малярия – это повседневная болезнь. И все мы знаем, что малярия переносит комары, это люди уже привыкли защищаться, ну, употребляя кто лекарства, кто там антикомарник, эти все москитные сетки, сетки над кроватью, там на окнах у них сетки стоят. Это, так сказать, они уже привыкают к этому. Но, конечно, такая пандемия у нас появилась так неожиданно из Китая. Допустим, и достаточно быстро она прорвалась в Европу. Я думаю, что в этом случае, ну, так же как быстрое распространение и достаточно резко она, как сказать, пошла в Италию, и теперь уже страны, и другие страны, как мы знаем, и достаточно быстро распространяется, потому что народ передвигается. Если, скажем, в 80-е годы, 70-е годы прошлого века такого движения народа не было, то было легче много раз. Но сегодня уже, к сожалению, но и очевидно, учитывая, что она очень легко переносится, очевидно сказать, какие-то меры государством надо принимать. Ну, от того, как строго, ну, хотя, скажем, Израиль принял такое, что две недели по приезду в Израиль вы находитесь в карантине, потом можете выходить. Смотрите, тогда туристам там уже практически ехать нечего, потому что все время они проведут практически в карантине. Так что у каждой страны начинают свои взгляды и свои варианты. Ну, конечно, медики должны быть мобилизованы, маски там, ну, нужно это сказать, все это оборудование, которое необходимо должно быть, сколько я понял, наша скорая помощь, наши медики этому подготовились достаточно, ну, сколько я знаю, неплохо. У нас инфектологи хорошие и сильные, они всем следят. Ну, конечно, все зависит от дисциплины нашего населения сейчас, чтобы никто никуда не поехал и, если кому-то есть подозрения, дома соблюдать свой, как сказать, изоляцию, карантин, провести две недели дома, ну, что поделать. Да, мы еще обязательно вернемся к событиям в Латвии, к выбору Великой Думы, возможные переносы. Вот, говоря о международных событиях, так вот совпало, знаете, беда никогда не приходит одна, вот пандемия вот этого коронавируса совпала с таким нефтяным кризисом, я бы сказал, устроенным, наверное, саудитами Саудовской Аравии. Что вы по этому поводу думаете? Ведь мы знаем, что иногда из-за нефтяных кризисов даже войны начинались. Да, но войны, это, конечно, за нефть все воюют и бомбят. Это, естественно, даже песни есть такие, да, немористические. Естественно, что саудиты не в первый раз уже делают этот вопрос ценами на нефть. Они добычу не уменьшают, естественно, цены резко падают. Конечно, это удар первый раз по России, по Венеции и Мексике, главным, так сказать, ну, которые поставщики на мировой рынок нефти. Ну, и, конечно, тем компаниям, которые добывают там нефть, мы еще знаем, и на Рвежском море, и в Северном море, и в Мексиканском заливе, где все пострадают, потому что саудитов, конечно, возможности очень большие. Ну, и, конечно, мы знаем, что у них горел этот завод, то есть там, конечно, еще надо учесть в той ситуации, которая у нас происходит в Ближневосточном, как это называется, узел их отношений, потому что мы знаем, что саудиты оппозиции Ирану, которые тоже большой добыча их нефти, экспортер, параллельно, это у них, сказать, вечная борьба и вражда, каждая страна является одни, являются главными, сказать, ну, да, саудовская арабия, это лидер суннитов, а Иран это лидер шиитов, там, в мусульманском мире, и мы знаем, что между этими группами не в отношении практически состояния войны могут достигнуть любое время, это многие там эти нюансы, ну, и, конечно, сейчас саудовская арабия, очевидно, хочет добиться каких-то своих благ, ну, и мы знаем, что саудовская арабия все-таки тихоря поддерживала и ДАИШ, когда была, сказать, это, ну, ситуация в Сирии, в Ираке, когда там была эта война с этим терроризмом, вместе, ну, и Катар участвовал, ну, Катар у нас главный поставщик газа, это не нефти, допустим, но, возможно, что в будущем это повлияет и на газовый рынок, так что эти игры, очевидно, начались, ну, и, конечно, каждого свои интересы, ну, и, очевидно, сегодня, что-то Америки заинтересованы в этом, потому что они главные поставщики вооружения саудитам, и саудиты закупают громадное количество, как мы знаем, вооружения в Соединенных Штатах на большие миллиарды. Да, вот еще ситуация, о которой нельзя не сказать, вот, все-таки, как вам кажется, вот это противостояние по существу уже не только Сирии и Турции, но и Турции и России, недавно мы знаем, что Эрдоган даже приезжал в Москву, и там такой разговор был на повышенных тонах, вот, как дальше может разрешиться ситуация? Ну да, мы знаем, что Эрдоган в этом плане сейчас играет, как бы сказать, Турция член НАТО, Эрдоган старается диктовать свои условия Евросоюзу и НАТО, но это, в первую очередь, беженцев, касается. Дальше, мы знаем, что Эрдоган приобрел комплекс С-400, у России зенитный, самый современный, дальнего действия, ну, сказать, и ближнего, и среднего действия, это у них, ну, такой, очень современный комплекс противовздушной обороны. Это во многом укрепляет, конечно, состояние Турции обороны всего. Параллельно, мы знаем, что турки создали, как они сами, они сами-то больше говорят, и они хвастаются, что они создали целые флотилии дронов, беспилотников, которых они использовали в Сирии и подбили ряд танков, бронемашины, нанесли удар по сирийским войскам. Ну, дальше, как сказать, ну, сирицы говорят, что какое-то количество сбили, ну, эти сирские данные очень противоречивые, и проследить это очень трудно. И сейчас, конечно, Эрдоган, второй пункт направления, который он хочет диктовать ситуации в Сирии и в Ираке. Как мы знаем, там очень большое, так сказать, такое узел противоречий. Мы знаем, что Россия поддерживала Башара Асада, да, дальше мы знаем, что курды тоже воевали против ДАЕШ, и тоже, то есть, были союзниками Башара Асада. Ну, с одной стороны, с другой стороны, курды также были союзниками НАТО. И тут, у этого, из-за Америки, извиняюсь, и тут Турция оккупирует территорию курдов, и они воюют с курдами, считают курдами террористами. Представляете, что каждая сторона, практически, получается, и там противники, и там. То есть, этот узел. И Турция сейчас хотят, конечно, чувствуется, она хотят играть свою роль в мусульманском мире. Ну, там, где рядом Сирия, там же эту... Мы знаем, что Турция граница с закавказскими странами, которые бывшие в Советском Союзе. Также мы знаем, что Турция имеет желание, очень большое, стать лидером мусульманского мира, ну, даже, у нас, видно, в стране-азиатском регионе. И на это же претендует Иран. То есть, это уже тоже в следующий момент соперничества. И второе, конечно, Эрдоган с Путиным разговаривали на пышных тонах, все-таки, турецкая армия, в этом случае, как бы сказать, практически, почти воюют против, ну, российской группы войск, которая находится в Сирии. Просто мы же понимаем, что сирийцы не способны противостоять Турции. ну, конечно, не способны. Это во-вторых, во-первых, и в этом плане, так сказать, и вторых, Россия еще продала С-400, и мы помним, что были достаточно хвалидные песни, были масса информации, и Эрдоган хвалил там все, и было прекрасно. Но мы тоже видим, что Турция мощно вооружается. И вот их, это без плотников, у них плот, это, между прочим, они как считают, что создали одним из первых, и что у них такое мощное, и они этими сейчас гордятся. И там, сказать, были моменты, попробовали продать Египту еще другим странам. Это тоже интересное направление, развитие вооружений Турции, да? И вот, ну, то, что сейчас Турция, самое главное, что есть такая вот тоже такая, уже появляется такая забота, как Турция может повлиять на Азербайджан, и, надо сказать, за Кавказские республики маленькие, Дагестан, самая Чечня, и, так сказать, как в России живут 25 миллионов мусульман. Это тоже достаточно думать, и не забывать. Это и Турция, по-моему, прорывается сейчас, такое есть уже сигналы, достаточно много таких аналитических обзоров, аналитики рассуждают, что, возможно, Турция желает стать лидером этого, так сказать, мусульманского мира направления, а Россия, это очень достаточно волнованный вопрос. И второе, ну, извините, хорошо, там погибли 44 турецких солдата, да, по-моему, там они похоронили большей почестью, там, все они, сказать, жертвенника Аллаха, и все, но другой вопрос, а зачем мы туда вошли? Действительно, это же территория другого государства. Это же, да, это же не аж, ну, вы понимаете, мы знаем прекрасно, что Иран и Турция, у них, это, так сказать, такая агресса опета, мы знаем, что курды живут в четырех странах, в Ираке, в Сирии, в Турции и в Иране. И несмотря на то, что их миллионы, они до сих пор своего государства не имеют. Да, у них, у них проблема, что у них нет выхода к морю. Хорошо, мы практически видим, что турецкое, курдское государство и сообразование практически существует уже и в Ираке и создается что-то в Сирии. Да, де-факто, что-то есть уже там такое, да? Автономия какая-то есть. А дальше, что у нас? Дальше, где-то курды живут в Турции и в Иране. Да. Понимаете? Вот, вот тут это сказать тоже, ну, это сказать, там очень много этих проблем. Запутанный такой клубок. Запутанный клубок, что это, Эрдоган сейчас играет в свою игру и свои интересы. Ну, это сказать, конечно, и второе, конечно, что у нас европейцев волнует, это сказать поток беженцев. потому что, этот президент Евросоюза, он же говорил, что Евросоюз построил, оказывается, Турции стойко-то больниц, стойко-то школ, стойко-то жилья для этих беженцев. Оказывается, так, ну, вопрос о построении, не построении. Европа говорит, что мы построили, дали деньги. Так, что там происходит в реальности? Может, это, так сказать, жилье для беженцев, это лучше, чем в случае только палатки стоит уже, годами, возможно, да? Хотя, ну, школы и больницы вроде бы должны были строить, но это вроде бы немножко другой. Да. А жилье, конечно, всегда теплый климат, можно попробовать заменить на палатки, хотя там не всегда тепло, не всегда тепло, нет, там все-таки, там не то территории. Вот, так что вот, конечно, эрглоганцы России сейчас, и мы знаем, что с Турцией, Америка уже давно, у них уже, как говорится, на ножах, из-за того, что Турция купила С-400, Америка же отменили продажу, F-35, да? Ну, вот уже, там давно уже, так сказать, с Европой беженцы, с Россией сейчас эта ситуация, да не знаю, Турция влезла, капитальный такой клубок, неприятностей, как назовем, скажем так. так, чтобы закончить, может быть, такую международную тематику, у нас сейчас будет небольшая пауза на рекламу, но тем не менее, вот, вы согласны с теми экспертами, которые прогнозируют, что Владимир Владимирович Путин будет теперь президентом России аж до 2032 года, в свете тех поправок, которые внезапно были внесены в Конституцию? Унесене, ну, это, так сказать, ну, да, очевидно, не исходит, то нет, ну, что-то оформлено, точно будет соответствующий, сказать, данный опрос, будет это референдум и все, это будет, точно оформлено достаточно, ну, так сказать, как говорится, легимитивно, правильно, да, но я думаю, знаете, тут еще маленький есть нюанс, некоторые, конечно, уже говорят, что надоели так, потому что разные мнения есть, да, а с другой стороны, некоторые говорят так, а кого нам поставить на его место, есть, которые, Жириновского и кого-то, так лучше, чтобы он был, он хоть стабилен, понимаете, тут, тем более страна-то огромная, да, огромная, он уже умеет руководить, что-то в таком плане, кого же поставить, кого воспитать, ну, он, конечно, замену, так сказать, сам будучи премьером, Медведев встает, он был четыре года, попробовал этот срок, как полагается, очевидно, но он же мог поступить и так же, в принципе, этот закон не запрещает, через четыре года еще раз баллотироваться, а может этот, но вы видите, они все-таки стараются, делая, что он, в принципе, его не ограничивает, этот вариант, ну, какая-то боязнь, что, в принципе, действительно сказать, в ряде, ну, что ожидаются же большие перемены, как говорится, в мире и в самой России, как прогнозируют многие там ученые, и все, так сказать, предсказатели, что, в принципе, очевидно, ну, так сказать, идет какой-то вот, хотя, другой стороны, сказать трудно, что будет ли он таким популярным, сохранить свою популярность, хотя он работает, конечно, прилично, решает многие вопросы, но с другой стороны, он объезжает страну, и в каждом регионе он работает, а все-таки вопрос, а где же губернаторы, где же те на месте власти, которые должны решать вопросы, которые приезжают и решают президент, да, это тоже хороший вопрос, уже невозможно огромную страну, только с помощью ручного управления, да, политический президент приезжает, он сразу решает, а где были эти губернаторы и все другие, и все другие, и чиновники все были, и чиновники. Ярис Григорь из нас в студии, перевемся буквально пару минут на рекламу, не переключайтесь. Ярис Григорь из нас в студии, еще раз добрый вечер, сейчас мы как раз подошли к такой вот горячей политической теме, несмотря на пандемию, по крайней мере, пока вот на данный момент все-таки выборы в Рижскую думу не перенесены, и пока вот такое рабочее число 25 апреля, мы понимаем, что выборы необычные, внеочередные, короткая предубленная кампания, и все-таки вот на ваш взгляд, вот эти выборы, они как-то кардинально отличаются вот от предыдущих? Ну, конечно, в этих выборах новая избранная Рижская дума будет работать 5 лет. 5 лет, это уже о чем-то говорит. Да, это уже первый момент, потому очень большое желание и интерес, все-таки получить мандат на 5 лет, это уже первый момент. Второй, конечно, неочередные, очень короткий срок подготовки, это, конечно, тоже следующий момент. Ну, и, конечно, сейчас такой момент совпал, что в этом году партии начали получать государственное финансирование, которое, конечно, партиям облегчает, которые, конечно, которые набрали 2%, извиняюсь, те, которые набрали 2%, то у них есть какие-то финансовые ресурсы для этого дела. Хотя, конечно, лично я, думаю, как долго я разговаривал, я против того, что в этом году дали деньги. Эти деньги надо было давать только после выборов следующего Сейма. Не в этом Сейме уже давать эти деньги партиям, а давать только через тот Сейн. Ну, это мое личное мнение, скажем, в этом плане. Ну, и, конечно, решили сейчас, как мы видим, думают, что встат готовится все партии, которые находятся в Сейме. Ну, и, конечно, сейчас вопрос встает по поводу КПВ и ЛВ, что там, очевидно, ну, возможно, что у них слабо списками, там, сказать, всеми событиями этой партии, что произошли, и расколы, и рейтинги, да, никакой, и все. Ну, как мы видим, очень, ну, что, конечно, я думаю, что, конечно, больше всех голосов наберет цену согласия, но, конечно, он не наберет 31 голос, конечно, это уже сегодня. А это единственное условие, да, чтобы прийти к власти. Да, это, вот сказать, ну, дальше, дальше. Хорошо, допускаем, что, ну, есть люди, которые избиратели, недовольны отходом Ушакова в Европу, Бруссель, и в таком плане, что, возможно, что свои три места получит и Русский Союз Латвии. Ну, я понимаю, в этом случае, конечно, русский Союз Латвии, естественно, будет, пойдет вместе, ну, коалиции с Центром Согласия. Но вопрос, сколько наберет Центр Согласия? Ну, некоторые дают, пессимисты дают 20, оптимисты 25 мест. Если добавляем три места, которые может получить Русский Союз, не получается, понимаете? И тут возникает вопрос, кто же получит золотую карту? Тут похоже, что золотую карту получит Буров. И он будет играть ключевую роль, при создании Коалиции? у него 6-5 мест, эти будут золотыми. В этом плане, его будет, как бы сказать, он работал с Центром Согласия. Но теперь, если, как же, более правоформированные партии пожелают создать коалицию, они без Бурова не обойдутся в этом случае. если они захотят, допустим, согласие оставить в оппозиции, им придется сотрудничать с Буровом. Да, это естественно, я думаю, это даже обсуждается вопрос, что они согласны, желают оставить в оппозиции, и, так сказать, в этом случае они без Бурова не обойдутся. Мы будем, пока мы видели рейтинги, но эти рейтинги, которые сейчас публиковали, последние были по Латвии. Ну и партии Бурова было 6,3. Как бы, можно сказать, в этом плане, лучше сказать, посмотрим, что будет чистыми уже опросами в Риге, которые сейчас должны уже вот-вот появиться. Естественно, согласие будет на первом месте, но, конечно, на втором месте не будет христианский союз, потому что это христианский союз, это был вопрос по поводу, как сказать, Сейма, потому что в этом плане согласие и христиане находятся в первом-втором месте. Оппозиция в этом плане более популярна, чем правящая, но в стране. В стране. Понятно, что зеленым христианам будет тяжело, наверное, попасть в Рижскую Думу. А зеленым христианам в Рижскую Думу тяжеловато. Даже мы видим, что националы объединились с этими регионалами, потом это... Даже они не очень уверены в хорошем результате. Да, они, допустим, свои три места получили бы так, но в крайнем случае, чтобы как-то еще, может быть, добавить одно место хоть себе как-то получить, да, дальше следующие эти, а ты, если бы пары объединились с этими прогрессивными... Тоже, видимо, не очень уверены в хорошем результате. Но прогрессивные имеют три процента, прогрессивные тоже госфинансирование. Так что это не бедные родственники в этом плане, да? И так, сложив усилия, вот еще пара мандатов можно получить. Да, Кто у нас дальше еще идет? Новые консерваторы с господином Юрышем. Да, Юрышем. Говорят, что его остальные партнеры боятся, правые. Так говорят, что да, в этом плане, хотя уже некоторые политики уже их называют ЕКП, называют новая комсомольская партия, так называют, расшифровку. Судя по их таким бодрым заявлениям. Бодрым заявлениям и некоторым похождениям, которые там якобы есть. Поэтому, ну... Скорее всего, даже не позволят господину Юрышну стать мэром, испугаются. Понимаете, я думаю, что нет, они не пройдут, у них, можно сказать, результат на фоне других, сказать, право фланговых партий будет примерно такой. Я думаю, что Астейский Байпар, консерваторы, и кто нам уж... А Венотиба? Ну, Венотиба пройдет, я думаю, Ригу, ну, Венотиба, может быть, немножко поменьше, ну, и националы, так сказать, они... Ну, качество промышленной фигуры, Стагис и станет мэром, не исключено, не исключено, конечно, в этом плане, что Стагис такой человек более, конечно, он равновешенный, такой серьезный человек, с большим опытом, бизнесом везде, хорошим образованием, в этом плане, думаю, что, ну, очевидно, ну, тогда, очевидно, будем в том, что... Ну, вопрос, кто будет вице-мэром, а членов вице-мэров, может быть, несколько, потому что, если придется привлекать Бурова, то его партии придется давать вице-мэра, но, очевидно, еще и вице-мэра придется давать Юрошу, допустим. Как-то, да, кто не согласятся войти в коалицию. Ну, чтобы сказать, эту коалицию создать, и как-то это образовать. Ну, так что, в этом плане, личные выборы будут очень интересными, и, конечно, много будет зависеть от нашего избирателя. И, допустим, как избиратель будет голосовать, очень важно, например, как избиратель будет, ну, как бы сказать, ставить плюсики, и вычеркивать, какой будет состав этого, ну, ну, дону. 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 Теперь можно сегодня в случае с пандемией посмеяться. У Бурова большой плюс. Может сказать, у него же Байба Розентал баллотируется на первом группе. тихо. Да. Теперь вопрос, хотите быть здоровыми, голосуйте за Байбу Розентал, за главного инфектолога, понимаете? Можно сказать, за такой поворот. Да. Вот, все-таки, как вам кажется, нет таких опасений, что поскольку, если выборы не перенесут, времени очень мало, и политики просто начнут соревноваться всякими, с помощью всяких разных фантастик, обещаний. Там, мы дадим вам это, всем пособия, там, помните, как были разговоры, это муниципальные аптеки создадим, еще чего-то. Нет таких опасений, что начнут давать какие-то совершенно невыполнимые обещания. Ну, я думаю, что, учитывая, что обещания, которые были даны перед всем, например, три раза по пятьсот, да, все это дело, что немножко тут, я думаю, немножко не понимаешь, что надо, вроде бы, такие обещания давать сегодня не надо, я думаю, что опыта набрались в нашей политике, да. Хотелось бы думать, да. Хотелось бы думать, но я думаю, что в Риге есть проблем, которых надо решать, и которых, хоть даже, например, наконец запустить программу реновации домов, я думаю, это тоже вопрос такой, а дальше, правильно ли, и закрыли, например, пункты выдачи горячего питания, бедным, которые там закрыли, в нескольких местах, очень мало осталось, народу, там, в принципе, есть районы, теперь надо очень далеко ехать, где нет этих пунктов, они были распределены более и менее равномерно по городу, адреса помню, так примерно, да. Ну, там много тоже других вопросов, например, также, например, как обеспечивать там детскими садами, например, есть, допустим, пустующие дома в центре, есть территории, которые можно, так сказать, реновировать и сделать детские садики в центре, чтобы, ну, не возить детей, например, на окраину, как там, родители, это большая проблема, сейчас каждый раз ездить за ребенком туда-обратно, это минимум, да, то есть, это тесно, ну, и дальше, конечно, такой маленький интересный вопрос, который, допустим, никто пока не говорил, потому что Рига, нас пустует очень много домов, которые вернули частную собственность, бывшим наследникам этих собственников, ну, а эти наследники не всегда умеют ими пользоваться, и очень много пустых квартир, и как, допустим, Рига, Дума предложит, ну, достаточно, самое премиумное решение, чтобы заодно и параллельно решить квартирную проблему. Она очень актуальна в Риге. Да, актуальна, но я подсказывать не буду в этом случае политикам. Есть вопросы, как можно решить, два варианта, но я подсказывать им не буду. Очень хорошо, если что, пускай к вам обращаются. Вот, не могу вас не спросить, поскольку я знаю, что вы сейчас живете постоянно в провинции, поэтому знаете, как люди живут на селе не понаслышке, не из газеты и интернета. Вот мы знаем, что уже неделю без прецедентных случаев семь каждый день в пленарном заседании обсуждает вот эту административную территориальную реформу, там 700 поправок оппозиция внесла. Вот ваши ощущения, вообще нужны такие перемены или нет? Потому что, когда послушают сторонников, вроде кажется, что они говорят логично, депопуляция, люди уезжают из села, вроде бы 119 самоправлений, это много. Как вам кажется, как жителю вот этой провинции? Ну, допустим, я живу в Саудовской, Саудовской, ну, 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 да, это бывший Саудовский район, от него делился только Броцаны, четырьмя властями. Остальные мы остались в Саудовском, в старом районе. То есть вы живете не в самом Саудовсе, а... Да, ну, 50 километров, на литовской границе, на мой дом, да, и мы остались в том же Саудовском районе, у нас то самое осталось, как бы, в этом случае, мы даже эту большую перемену из этих годов особо не почувствовали. Но там, где маленькие волосы, то там, конечно, видно. Нет, деньги привлекаются, происходит строительство, вот там, рядом есть этот, ауцесновец. Я вижу, в городе сейчас подключаются, канализация, вода подключаются, частные дома, до центральной, это, она улица, все время идет большие работы, то есть есть деньги, что-то делают. Но, конечно, там нет никаких, там нет больницы большой, да, там нет больницы, там только вместо больницы остался пансионат, да, там, ну, в принципе, да, средняя школа есть, хорошая средняя школа, ну, там только хозяйство, это сельскохозакадемии, да, ну, и все, в принципе, нет, как сказать, экономической мощности, ну, да, крестьянские хозяйства, есть, конечно, урожай убирает, крестьяне, да, у них, ну, я скажу, в том крае, у крестьян все практически, большинство хорошие, большие трактора, техника, да, конечно, сейчас даже вот смотришь, раньше, знаешь, там была бригада колхозная, и там в бригаде работало 6 тракторов, сейчас видишь, один трактор, замещает 6 тракторов, и один комбайн, три комбайна старых, да, ну, видно, что, как там, темп идет уборка, как это все, ну, это, конечно, изменения громадные, ну, если ты видишь, что раньше в бригаде там колхозе работало, может, человек 100, сегодня это все делает лучше, лучше человек 10, ну, самую площадь обрабатывает, убирает, и все, так сказать, ну, техника другая, ну, а народ, конечно, сокращается, ну, молодежь уезжает, конечно, из села, дальше, конечно, ну, в селах тоже проблемы с дорогами, грунтовыми дорогами, ну, так сказать, где есть, например, эти, как сказать, эти дорожные организации, которые лучше, ну, дороги, как сказать, проводят, ну, работу над дорогами, другие хуже, там, скажем, фактически от административной реформы ведь не появится ни инвестиций, ни дороги сами по себе, ну, с другой стороны, я, конечно, скажу, я был против этой реформы, которую сейчас, я когда видел карту старой, да, эти старые 25, там, 21-25 районов, она была достаточно устойчивая, в каждом районе была больница, школы, там, техникум, в принципе, те, кто это в свое время вводил, они с головой дружили, которые вводили новую реформу, это же та, в которой мы сейчас живем, да, эти люди не дружили, этот Эдмунд Заланс, по-моему, был, да, министром тогда, этого товарища, это его очень грязная работа, заслуга, деньги давали там властям, ну, да, я видел, что есть клубы, которым реновировали, поставили новые крыши, там, какие-то деньги мы используем, что-то там лучше, я сам вижу, в двух властях соседних, да, да, это за эти деньги, ну, реально-то, мы там, сейчас маленькие, какие-то волости, что у них есть, мало населения, все это сказать, знаете, как я, ну, даже есть новоды, на которых имеется два семейных врача, и все, больше никакой медицины там нет, и добраться вообще, к примеру, нет общественного транспорта, вообще транспорт уже, это сказать, тоже там, какое направление, например, Саудус, очень плохой общественный транспорт, но с другой стороны, в моей деревне прекрасный транспорт в Риго, каждое утро два автобуса, это уже считается очень хорошо, а вечером, а вечером из Риги, три автобуса, то есть, в принципе, за час вы где-то добираетесь, не, нет, тут два с чем-то, все-таки 120 километров, сама граница, сама граница, сама граница, и все-таки там, последние 20 километров, обе стороны грунтовка, там медленно автобусы, там, ну, практически до самого дома вы доезжаете, да, да, нет, практически доезжаю, все там, ну, и потому что, если моя супруга врач, то, конечно, она сама за рулем, это сказать, все дороги, зимой, все, но, надо, это должное, наши дорожники, если снег и что, то утром уже 6 часов, грейдер, дому доктора, уже все прочистил, чтобы доктор мог выехать, а все-таки не знают, что доктор должен выехать, это в плане, надо отдать должное, они там направлены, хоть потом едут уже под главным дорогом, но доктору, первые заезды, если большой снег, доктору, иначе не попадет никуда, это в плане, отдать должное, и властное управление тоже с ним следит, надо сказать, что там в плане, ну, так, в принципе, на месте люди-то живут, работают, и заботятся, там, сказать о многих, что возможного, но, конечно, реформа тут, ну, и, конечно, скажу так, что Пуца неправильно начал, надо было начинать с карты, то, что было раньше, то, что сейчас, а самое, конечно, спорное вопрос, я прекрасно помню, что три карта, она была в Сайдоволском районе, потом она была новой, другой новоц, это я понял, что там создали эти волости, новоц создали из воломирских районов, новоц, ну, пагастов, и из волоских пагастов, и сегодня, конечно, они живут в Валмире, это их понятие, конечно, понятно, естественно, в Валмире больше, они в это время сориентировались, но это надо было тоже, конечно, смотреть, и немножко правильно думать, но, с другой стороны, если Риги, у нас теперь стойко, вот спор, а даже там все эти, вот Гаркова, все эти новоды, то тут, очевидно, тут, может быть, надо идти в его административному, но правого берега и левого берега Долгаве, все, это правда, может быть, такой последний вопрос, трудно делать прогнозы, но тем не менее, как вам кажется, все-таки это правительство в этом составе, оно долго поработает, может, мы видим, какие сейчас проблемы возникли в отношениях между КПВЛВ и новыми консерваторами, я так понимаю, что все партнеры недовольны вот этим законопроектом КПВЛВ о ликвидации ОИК, вот как вам кажется, продержится эта коалиция? Ну, я думаю, понимаете, маленький нюанс, на мой взгляд, а выход у них есть, какой вариант другой? Пока не видно. Понимаете? Они могут даже пытаться поменять премьеру, но коалиция будет практически та же. Ну, в том, что, ну, хорошо, КПВЛВ имеет у нас три министра, да? Да. Три министра. Ну, хорошо, в КПВЛВ мы оставили позиции, но у нас еще есть независимые, что там получается? Один-два голоса? Все решает один-два голоса. Понимаете? То есть, фактически, правительство будет зависеть от Кайминча? Да. Конечно, никто не хочет этого допустить. Ну, там сказать, на главных вопросах вам придется обращаться, уговаривать независимых. Кайминча, там, Гобземса и других, целую там, Лепеню, и целую другую. А стоит ли это правительство? То есть, на этом плане, как бы сказать, КПВЛ, ну, создал такую ситуацию, хоть они, так сказать, там не особо любимые компаньоны, но без них обойтись тоже трудно. Практически невозможно. Так что, в этом плане, премьера Заменики, конечно, это самое простое, это сказать, достаточно возможно. Это не особо никто, а с другой стороны, сегодня какой выход? Пока, допустим, в этом плане, правительство, ну, как бы, стабильность правительства обеспечивает то, что найти другой вариант коалиции, другой-то расклад, практически невозможно. и такая ситуация, очевидно, будет интересная, что-то будет в Риге, или такой, или такой вариант, там очень интересно будет. Да, очень интересно, будем за этим следить, продолжается заседание правительства по-прежнему, так что нам остается только гадать, и когда она закончится, и какие решения примут, видимо, все-таки будут какие-то жесткие решения, карантинные, будем вам сообщать об этом. Я из Григориц, у нас был в студии, большое спасибо. Спасибо.